В огромном красном худи, спортивных штанах и кедах он совсем не похож на священника. Да и сам уже полгода как не считает себя отцом Амфианом. Ждет, пока церковь снимет с него сан. Хронических возможностей здесь две. Либо я сам пишу прошение, прошу снять с меня сан. Но я этого делать не буду, не собираюсь. Либо они могут собрать суд и на основании канонов лишить сана. Вот эта процедура им доступна. Они собираются с СССР и провернуть. Отец Амфиан сегодня, пожалуй, самая скандальная фигура во всей Самарской области. Священник-гей, который совершил публичный каминг-аут. Так написали о нем журналисты. Хотя он с этим не согласен. Во-первых, никакого священника нет уже. Во-вторых, никакого каминг-аута не случилось. Мой каминг-аут 20 лет назад произошел. Я 10 лет преподавал в семинарии. И все все знали. Все знают, что я гей. Благодаря своим талантам Артем сделал в Самарской епархии блестящую карьеру. Став любимцем студентов и помощником правящего архиерея. Но теперь из-за скандала он вернулся в родной Тольятти. Вместе со своим молодым человеком, нехитрым скарбом и любимыми книгами. Улис, Джеймсов. Вообще вот такого рода романы необыкновенно сейчас, знаете, актуальными становятся. Мы рождены, чтобы кафку сделать былью. Сейчас, оказавшись на перепутье, он живет у мамы, Татьяны Германовны, которая считает себя ватником и сторонником Путина, из-за чего у Артема с ней случаются жаркие споры. Насчет гей-пропаганды, например. Вот пропаганда, пропаганда же это... Приходите к нам, у нас хорошо. Ну хорошо. Что такое пропаганда? Я с тобой согласен, что до такого мы не дошли. И может быть благодаря тому, что... Кому? Путина. Он же даже все. Мне не нравится, когда ты ернучишь вообще, а Путина в частности. Могу обозвать. Вся эта история с каминг-аутом, который то ли был, то ли нет, маму Татьяну удручает. Во-первых, соседи замучили вопросами. А во-вторых, этот скандал бросил тень на брата-близнеца Артема, тоже священника и отца большого семейства. А ей теперь приходится объяснять, зачем она отпустила сына Гея служить церкви. Я опять же его спросила, а как же ты идешь в церковь, если ты знаешь, что вообще не по православному канону этого нельзя делать. Это наша церковь не допускает. Он мне тоже так же объяснил. Здесь такое понятие сублимация. Перевод одной энергии в другую. То есть молись, удары бей и перевожь энергию. Ну я повелась на это. Я в это поверила. Какой-то враг. Сам Артем говорит, что свою ориентацию грехом никогда не считал. И что в церкви ему было вполне комфортно. Несмотря на то, что про него все все знали. И странным образом эту правду игнорировали. Доносы писали, что я эволюционную теорию преподаю. Что я не почитаю Богородицу. Что я заслан протестантами с целью развалить православие изнутри. Что я криптокатолик. Поэтому у меня были проблемы и были конфликты с начальством. И любопытным образом они не были связаны с гомосексуальностью. Амфиан утверждает, что был не единственным геем среди коллег. Просто в церковной вертикали, точно так же, как и в светской, все прекрасно знают, когда и на что следует закрывать глаза. Власть церковная была удовлетворена моим существованием. Вот они не рыпались. Ведь они думают, ну, архиерея же знает, например, да? А что же я про архиерею пойду? Но после этого скандала церковь от него отвернулась. В Самарской епархии ограничились кратким сообщением на сайте о том, что иеромонах Амфиан сейчас за штатом и отстранен от преподавания. Сам Артем хочет теперь учить студентов в светском вузе, но опасается, что церковь не отпустит его в мир с миром. Слово «месть», конечно, не очень фигурам мелковато для «мести». Я про себя говорю. Но какие-то такие палки в колеса, я думаю, да. Ну, собственно, уже пошло. Есть уже некоторые даже палки. Но я не буду об этом говорить, если позволите. Просто я не хочу навредить ни себе, ни людям, ни окружающим. Из-за всей этой истории Артем Вичелковский вряд ли останется в Тольятти. Здесь ему устроиться будет уже непросто. Ведь по меркам церкви он перешел все пределы и в своих откровениях зашел слишком далеко. Так что обратной дороги ему уже нет. Вадим Кондаков, Стас Феофанов. Настоящее время.